Смотрите сегодня в выпуске. Новый проект закона. Зато городская дума подвела итоги работы за год. Больше пяти тысяч изделий для фронта за несколько месяцев. Как работает швейная мастерская волонтерского центра в нашем городе. За успехи в учебе саровским отличникам вручили дипломы губернатора. Подробности далее. Сделать наш город привлекательным для востребованных специалистов – одна из основных задач, которые ставят перед собой органы муниципальной власти. При этом статус зато накладывает определенные ограничения. Он тормозит инвестиции, замедляет предпринимательскую активность и не позволяет наращивать доходы. По мнению председателя думы Сарова Антона Ульянова, изменения в закон о зато могут дать возможность нарастить собственные доходы города за счет повышенных налоговых отчислений. Новый проект закона о зато должен все эти моменты содержать. И вот городская дума в 2022 году на базе думы была создана рабочая группа. Мы дали свои предложения по изменениям закона о зато. Эти предложения направили в госкорпорацию «Русатом». Госкорпорация «Русатом» довела наши предложения до законодателей. То есть сегодня мы понимаем, что нас услышали. На федеральном уровне в список законов, которые необходимо изменить в случае принятия нового закона о деятельности местного самоуправления, включили закон о зато. Как отметил Антон Ульянов, перед руководством города стоит задача убедить общественность в том, чтобы его принять. Также председатель думы рассказал и об актуальных городских вопросах. Например, уборке мусора. В январе эта проблема встала особенно остро. Региональный оператор в принятии своих решений тоже не всегда самостоятельен. И попросил нас поддержки. Мы сегодня уже направили главе города, чтобы глава, в свою очередь, решение комитета, глава, в свою очередь, обратился на федеральный уровень и попросил выделения средств для закупки региональному оператору новой техники. Для того, чтобы... Ну, это техника, которая там небольшими гаваритами обладает для проезда во дворах в Сарове. В частности, у нас вот сложности с шириной этих проездов. Еще одна болевая точка – дороги. Как признал Антон Ульянов, они далеки от идеала. Депутаты эту проблему контролируют. Пока стоит вопрос о выделении дополнительного финансирования на уборку улиц. Также в поле зрения народных избранников попали и долгостроя. Депутатский контроль есть. Причем он на уровне депутатов у нас всех и городских, и там депутат Государственной Думы приезжает. Мы тоже, давайте съездим, давайте посмотрим. Потому что, чтобы дополнительно вес этому придавать, процессу, вот, общественный контроль. Если касаться 11-й школы, люди самоорганизовались. Это сообщество сегодня на прямой связи через представителя с главой города. По школе 11, по крайней мере, работа пошла. Наконец зашел подрядчик, который действительно эту работу выполняет. И в новый учебный год, я надеюсь, что школа войдет уже, ну, дети войдут уже, пойдут в новую школу. Также депутаты не оставляют без внимания ремонт двух образовательных организаций – Центра образования и Старого здания 11-й школы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова-24. Стартовал прием заявок для получения и подтверждения статуса социального предприятия. Сейчас в Сарове работают 32 таких предприятия. Статус могут получить 4 категории П. Кто трудоустраивает социально незащищенные группы граждан, предоставляет им товары и услуги. Или если предприниматель сам относится к представителям социальных групп населения. И четвертая категория – это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и благ определенных в обществе. Сюда относится культурно-просветительская деятельность. С прошлого, с 2022 года, сюда могут включиться книжные магазины, которые реализуют преимущественно детскую образовательную литературу. Сюда же относятся развивающие центры, мастер-классы. Есть определенные требования по включению в реестр социальных предпринимателей. Важно, чтобы большая часть деятельности ИП была направлена именно на социальные категории населения. Чтобы подтвердить статус, достаточно заполнить пакет документов, сведения по доходам за год, отчет о социальном воздействии и общую информацию о деятельности ИП. Статус социального предприятия подтверждается в текущем году по итогам предыдущего. То есть, если социальная деятельность, значит, только в 2023 году, тогда статус можно будет подтвердить в 2024 году. Принципиальный вопрос для тех, кто уже имеет статус социального предприятия. Именно они должны подтвердить этот статус до 1 мая. Подтверждение статуса открывает социальному предпринимателю много возможностей для развития своего бизнеса, участия в грантовых конкурсах, местной и региональной мероподдержки. Также для этой категории ИП снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. В прошлом году впервые введена субсидия отдельно для социальных предпринимателей, для тех, кто имеет такую категорию, возможность компенсировать расходы до 200 тысяч рублей. На территории Нижегородской области, в том числе наши предприниматели, активно пользуются возможностями получения дополнительного бюджета на рекламу. Центр поддержки предпринимательства помогает своим клиентам в заполнении нужной документации для подтверждения статуса социального предприятия, а также сам направляет документы в Нижний Новгород. За подробной информацией обращайтесь по телефону 992-64. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. До 60% совершенных в Сарове преступлений раскрывают этот показатель выше общеобластного. Среди правонарушений в прошлом году новая графа – дискредитация и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По этой статье к ответственности привлекли пятерых саровчан. Кто-то в социальных сетях, кто-то на рабочей месте, кто-то в кабаках, кто-то публично, кто-то раскрашивал те прекрасные плакаты, которые нам смеются в поддержку наших вооруженных сил, раскрашивал краски, писал там всякие гадости. Соответственно, всех мы установили, всех мы привлекли к административной ответственности. Раскрыли в нашем городе в минувшем году и организованную преступную группировку. В нее входили двое мужчин и девушка. Преступники искали в городе гаражи, в которых владельцы появлялись редко. Взламывали и грабили, выносили ценные имущества, а автомобили разбирали на металлолом. Планировала такие налеты девушка, мужчины были исполнителями. Один потерпевший оставил весной колеса, зимние. В гараже с весны неба пришел осень, колес нету, все вскрыто. Соответственно, обратился к нам за помощью. Установили все факты, которые совершили. Смогли доказать семь фактов, когда трое граждан совершали хищение. За год сотрудники правопорядка зарегистрировали 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрываемость в этой сфере остается на довольно высоком уровне – около 60%. Существенно выросла статистика по детской преступности. За год несовершеннолетние совершили 33 преступления. Для сравнения, в 2021 году их было пять. Внимание дорожных полицейских занимает очаг аварийности на Октябрьском проспекте. Там за прошлый год произошло три ДТП, в которых пострадали люди. Одно из них стало резонансным. 21 июня водитель Киосид сбил женщину на пешеходном переходе. В результате у пострадавшей травматическая ампутация ноги, оскольчатый перелом плечевой кости, травматический шок. На аварийном участке планируют установить лежачие полицейские для контроля скорости, поставить светофор и выделить дополнительную секцию для пешеходов. По поводу перекрёстка Мира-Октябрьский, там будет введена дополнительная секция для пешеходов. То же самое у нас было на Зерново-Московской, введено на перекрёстке. То есть пешеходы спокойно могут переходить в проезжую часть, когда весь транспортный поток стоит во всех направлениях. Треть всех преступлений в нашем городе составили случаи мошенничества. Миллионы рублей утекали со счетов сыровчан в карманы злоумышленников. Об основных схемах обмана, активно используемых в прошлом году, расскажем в ближайших выпусках новостей и в нашей рубрике без комментариев. Специальный чемоданчик – бессменный атрибут сотрудников органа дознания пожарного надзора. В нём хранится целая криминалистическая лаборатория. С его помощью дознаватель собирает материалы для дальнейшего расследования, поскольку далеко не всегда причина пожара лежит на поверхности. Обгоревшие конструкции и пепелища для них могут свидетельствовать о многом, а найденный на месте происшествия провод быть красноречивее слов очевидцев. Выехали мы на место. Каждый пожар, пожар он по-своему особен. То есть мы находим очаг, причину, делаем протокол осмотра, опрашиваем людей, которые свидетели этого пожара были, то есть собственников, какой причинён материальный ущерб. После этого собираем весь материал и делаем либо отказы от возбуждения уголовного дела, либо возбуждаем уголовное дело. Абстрагироваться от горя людей, потерявших имущество, или что в разы хуже своих близких, руководствоваться только холодным рассудком, всегда докапываться до сути. Помимо спецоборудования дознавателю необходимы крепкие нервы. Александр Левкин пришёл в Саровский пожарный надзор в конце июля прошлого года. Работа порой испытывает на прочность, признаётся мужчина. Помогли быстро погрузиться в рабочий процесс, советы и помощь старших, более опытных коллег. Критив принял очень хорошо, все помогали ребята, какие вопросы я задавал, всё мне рассказывали, объясняли. Но я думаю, что да, буду дальше идти именно развиваться в этой сфере. Очень интересная работа. Случаи бывают специфические, они всегда разные, то есть нет каких-то однотипных вариантов. Они находятся в круглосуточной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Пожары, сработавшие сигнализация или сигнал о ДТП, поступившие на 112. За ушедший год на вызов они выезжали 972 раза. И даже в свой профессиональный праздник остаются на посту. Исторической датой основания дознания в пожарной охране советского времени считается 23 января 1928 года. В этом году им исполнилось 95 лет. Хочу поздравить коллег, представителей органов дознания нашего ведомства с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Хочу поздравить вас с праздником, с профессиональным праздником органов дознания. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, благополучия и успехов в дальнейшей карьере. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Дорогой солдат, мы все переживаем за тебя, желаем тебе здоровья, тепла, хороших товарищей, вкусных обедов. Письма саровских детей с такими нужными и важными словами поддержки, продукты, одежды и другие вещи первой необходимости наш город регулярно отправляет в зону СВО. За несколько месяцев саровские волонтеры шили для фронта больше пяти тысяч изделий. Среди них шапки, балаклавы, пятиточечники, подсумки. Трико, теплое, нательное белье шили. Эвакуационные стропы мы стали шить, запустили, потому что тоже большим спросом пользуются у ребят, у бойцов. Но, в принципе, большого объема такого ассортимента мы не делаем. Мы сосредоточились на основном, но в больших количествах, в больших объемах уже начали отшивать. Толчком к созданию швейной мастерской в нашем городе стало общественное движение «Золотые руки ангела», которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 98 городах России. Желающие помогать откликнулись быстро. Сегодня мастерская работает практически ежедневно. Люди приходят, когда у них появляется свободное время. Кто-то берет работу на дом. Работу уже все, в принципе, знают. Процесс у нас налажен. Кто-то у нас по звездочкам, по звеньям. Есть звеньевые, которые отвечают за позиции, которым отвечаем. Шапки столько-то человек отшивают. Балакова там тоже группы распределены на пятиточники. Больше всех сил у нас брошено, потому что трудоемкий процесс и поделен на несколько функций. Кто-то делает стропы, нарезает, тушить не может. Но рук порой не хватает. Поэтому каждый, кто хочет помочь солдатам СВО, может обратиться в волонтерский центр «Радость моя». Сейчас швейная мастерская остро нуждается в закройченном столе. Для этой работы приспособили журнальный столик в другой комнате. Но работать на нем все равно очень сложно. Сейчас самое основное, в чем мы нуждаемся, в нормальном, хорошем закройченном столе. Это намного упростит нашу работу, потому что данный стол, где мы здесь, состоит из нескольких обычных письменных столов, которые приходят в негодность. Соединительные швы мешают процессу раскроя. Также сейчас нужны материалы. Близится весна и вместо теплых флисовых материалов будут шить из ХБ, футера и других более легких тканей. Дополнительную информацию можно получить по номеру плюс 7 906 353 46 37. Анна Пилипет, Евгений Шикарев, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24. С 1 по 4 класс Марина Гончук училась на одни пятерки. В средней школе не все предметы девушки давались легко. Особенно сложной казалась математика. К 9 классу Марина преодолела трудности в учебе и закончила основное общее образование с красным аттестатом. Сейчас, будучи в 10 классе, Марина Гончук четко поставила себе цель выйти на золотую медаль. Биология, химия, обожаю. Ну, к языкам есть способность, но не то, что прямо из любимых, но почему бы и нет. Очень хочу в Москву, в высшую школу экономики, это мечта. Это очень четкая мечта, цель, к которой я иду, к которой я стремлюсь и прикладываю огромное количество усилий, чтобы достичь этой цели. На торжественной церемонии отличников первого полугодия 2022-2023 учебного года наградили специальными поздравительными дипломами от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Такое мероприятие для Сарова прошло впервые. В своем обращении глава региона представил ребятам новый образовательный проект – IT-кампус «Неймарк», в рамках которого учащиеся могут предложить свои идеи для продвижения талантливой молодежи. Вся команда правительства Нижегородской области заинтересована в каждом из вас. Мне безумно приятно видеть целый зал отличников с 8 по 11 класс. Это здорово. Это значит, что есть цель. Это значит, что есть мотивация. Это значит, что есть стремление и движение вперед. Это значит, что вы хотите быть впереди. И это значит, что именно от вас прежде всего будет зависеть будущее этого города, будущее Нижегородской области. Отличники признаются, что учиться на дне пятерки – дело непростое. Нужны большие усилия, недюжинная сила воли и целеустремленность, чтобы держать планку, добиваться своего и всегда быть в рядах первых. В 11 классе очень, на самом деле, тяжело совмещать какие-либо увлечения вместе с учебой, но приходится отказываться от каких-то других потребностей и полностью фокусироваться именно на учебе и все оставшееся свободное время отдавать либо просто отдыху, либо каким-то другим занятиям. Я лично занимаюсь спортом. Руководители департамента образования пожелали отличникам Сарова дальнейших успехов в учебе и покорения новых вершин. То, что случалось в книжках, случится с нами. В фойе театра зрители сразу погружаются в иную реальность. Здесь их встречают загадочные проводники, которые приоткрывают тайны города. Следуя за ними, гости попадают на улицы, живущие своей жизнью. Здесь бродят сумасшедшие, бедные, отчаявшиеся. А в домах можно подсмотреть истории судьбы, услышать крики и вздохи, увидеть слезы и улыбки. Еще здесь случаются простые чудеса. Спектакль «Горящий светильник» режиссер Евгений Цапаев создал по трем рассказам о Генре в форме иммерсивной постановки. В том пространстве, в котором происходит спектакль, зритель может перемещаться свободно, может подходить на любое удобное для него расстояние к актерам. Единственное правило – нельзя разговаривать с актерами, нельзя их трогать. Хотя актеры делать это могут. То есть это максимальное стирание границ между зрителем и сценой. В спектакль вошли три рассказа о Генре. Последний лист, пурпурное платье и маятник. Три истории, три разные локации, где действия происходят одновременно. Зрители путешествуют из одного дома в другой. Евгений Цапаев говорит, что главная задача, которую перед собой ставила команда – максимально выдернуть зрителя из реальности. Между рассказами актеры постоянно существуют по всему фойе, у них у всех своя жизнь, не прерывается, видоизменяется. И вокруг зрителей всегда будут находиться какие-то персонажи из совершенно другого мира. На протяжении спектакля и во время антрактов всегда звучит музыка, которая также выступает одним из инструментов погружения. Композитором «Горящего светильника» стал звукооператор Саровского театра Борис Андреев. Спектакль поставили в малой форме. В качестве сцены стали театральные фойе. Такие форматы вообще в принципе в провинции весьма редкие. В Сарове пока еще тоже никто подобного не пробовал сделать. Мы вот решили рискнуть и мы тоже пока в каком-то сладком предвкушении. А как же зритель на это отреагирует? Саровская православная гимназия работает в нашем городе 13 лет. И 12 из них проводят серафимовские детские и юношеские чтения. Это мероприятие – знаковое событие не только для нашего города. Традиционно в нем принимают участие ребята из других регионов страны – Татарстана, Курска, городов Нижегородской области. В этом году они представляли доклады в дистанционном формате. Для учеников Саровских школ чтения были очными. Возможность выступить дали и дошкольникам. Для самых маленьких работала отдельная секция. Чтение проходит в рамках договора о сотрудничестве между Нижегородской епархией, администрацией города Сарова, Саровским физико-техническим институтом и Свято-Успенским мужским монастырем. Но данные чтения учредителями этих чтений выступили Саровский физико-технический институт и отдел образования Нижегородской епархии. Всего работали 9 секций. Темы работ самые разнообразные – православное искусство и православная этика. Святыня земли Нижегородской, духовные страницы русской истории. Формат чтений, скорее, семейный. Работы дети готовили вместе с родителями. Выбирали тему, искали, прорабатывали материалы, репетировали выступления. В этом году много докладов было посвящено жизни и подвигу Федора Ушакова. Детям нужно было не только рассказать о важных вехах пути адмирала. Самое главное – понять, почему его причислили к лику святых. Я рассказывал о адмирале Федоре Ушакове, о его жизни, о его военных подвигах, о том, как он помогал людям, каким он был милосердным, милостивым христианином. Очень актуальные воины такие, которые еще являются православными, вели такую вот правильную жизнь и были причислены к лику святых. Оценивали работу участников чтений представители Саровского благочиния, учителя, сотрудники Духовно-научного центра, кафедры теологии Сарфатыи, детской библиотеки имени Пушкина. Для многих из них эти чтения не первые. Из года в год они с удовольствием принимают в них участие. Особенность и важность этих чтений для города, наверное, не только для города, ведь этот проект уже вырос за территорию нашего города. Важность в том, что это дорога к храму, по сути, для всех. И для детей, и для взрослых, и для наставников, которые тоже, конечно же, очень много сил отдают на то, чтобы дети не просто в этом поучаствовали, а прочувствовали и поняли то, что они делают и к чему их хотят привести. Победители – призеры детских и юношеских серафимовских чтений получили дипломы и памятные подарки. Наша ёлка непростая, наша ёлка игровая. В рамках городского фестиваля снежных скульптур «Арт-ёлка» до дни снега ученики второго класса центра образования сделали ёлку-забаву. Через специальные тоннели на ней можно запускать шарики по спирали. Снежную фигуру украсили конфетами, игрушками, загадками и разноцветными лентами. Ученики вместе с педагогами и родителями водили вокруг новогодней красавицы хороводы и согревались горячим чаем с сушками. Придумывали долго все вместе с классом, с родителями. И вчера пришли, собрались и сделали все вместе, и детьми тоже, естественно. Посмотрите, сколько у нас в классе собралось сегодня и родителей, и детей. И люди не пожалели своего выходного ради того, чтобы вместе всем побыть. На самом деле это очень классно. И настроение создаёт замечательное. На лыжной базе пестрили разноцветными красками и другие оригинальные и функциональные снежные скульптуры. Воспитанники детского сада номер 40 сделали ёлку-кормушку для птиц. И каждому желающему раздавали памятку, чем можно кормить пернатых зимой. Традиционный день снега – ежегодный праздник для саровских любителей активного отдыха на свежем воздухе. И взрослые, и дети могли найти здесь для себя увлечение по душе. Футбол в валенках, хоккей с мячом, брумбол, семейные конкурсы, квесты и активности. А для спортсменов прошёл Кубок города по лыжным гонкам в разных возрастных категориях. На дне снега первую акцию «Добрых дел» провели педагоги и волонтёры Центра внешкольной работы. В рамках нового российского движения детей и молодёжи – «Движение первых». Движение это нацелено на то, чтобы оказывать помощь, поддерживать в том числе и разные категории ребят. И вот такую эстафету «Добрых дел» они начинают именно сегодня. Тем, что предлагают горожанам вместе с ними поучаствовать в этих игровых площадках и в этой программе, которую они предлагают. Стрелецкий городок молодёжного объединения «Армир» традиционно собрал вокруг большое количество мальчишек. Кроме исторических фотозон и фехтовальной площадки, для гостей праздника подготовили и кое-что новенькое – настоящие выстрелы из пушки. Пушка сделана специально для фестиваля исторической реконструкции ирлевых игр. Она сделана из алюминия и пластика, оружием не является, но при этом очень громко и красиво бабахает. В качестве заряда используется холостой патрон 7-62 для винтовки Мосина, светошумовой. В качестве заряда, если есть желание, то стреляем теннисным мячиком. После лыжной базы передала эстафету Дня снега на каток и кар, хоккейную площадку «Сокол» и Ледовый дворец. В Татьянин день 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день стал официальным праздником ВУЗа. Затем в своем указе Николай I распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник российского студенчества. Традиции Татьяниного дня сохранились и сегодня. Студенты отмечают свой праздник веселыми мероприятиями, концертами и шумными посиделками. Праздничное настроение в медицинском колледже витало с самого утра. Каждый студент на входе получал оригинальные и добрые пожелания. Также в стенах колледжа прошел традиционный студенческий капустник. Поздравляю вас всех с этим праздником, праздником молодости, любви, задора, счастья. Цените и наслаждайтесь этими годами, самыми замечательными, которые будут в вашей жизни. Вот на данный момент вы проживаете самое настоящее счастье. Студенты разных курсов подготовили творческие номера, фото и видеопрезентации с самыми лучшими моментами учебных и сессионных будней. В зрительном зале выступающих поддерживали сокурсники и одногруппники. На мероприятии также подвели итоги фотоконкурса в объективе студент. Авторов самых креативных и интересных работ отметили дипломами и подарками. Мне очень нравится учиться в этом колледже. Здесь всегда много нового и интересного, разные мероприятия, разные праздники. Поначалу, когда поступаешь, вроде как страшно, но потом становится легче, чувствуешь себя свободнее и здесь относятся к тебе легче как-то. Многие учащиеся вузов и СУЗов говорят о студенчестве как о лучшей паре своей жизни. Это новые знания, друзья, море общения, удивительные открытия и яркие эмоции. Бывшие студенты вспоминают годы учебы по-разному. Кто-то с грустной улыбкой и ностальгическими воспоминаниями, кто-то со вздохом облегчения. Но мало кто остается равнодушным к тем годам, которые он провел в стенах своей «Альма-Матер». Мне очень нравится то, что мы все сплоченные, когда дело касается сессий, экзаменов. Мы все другу помогаем. Также очень весело на парах. Это, можно сказать, беззаботная жизнь пока что. Но есть свои минусы. А что самое трудное? Экзамены. Волнуешься, очень боишься не сдать. А если будет плохая оценка, стипендий не будет. После капустника учащиеся медколледжа отмечают День студента в компании друзей. С днем студента! Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Перформанс на сцене Дворца детского творчества, проникновенный и завораживающий. Танец «Взгляд» из Марианской, воспитанец студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» открыл муниципальный этап областного конкурса «Грани таланта». Хореографический коллектив Анны Козловской представил на суд жюри 11 номеров. Из них юные танцоры заняли 1 третье, 4 вторых и 6 первых мест. Мы готовились на занятиях, мы постоянно там их повторяли, работали над этим, над четкостью, чтобы более попадать в музыку. В общем, усердно, немного. Я считаю в нашем выступлении сложным танцем распаковка, потому что мы переставляли, много работали, трудились и много репетировали. Эстрадные, современные и народные номера готовили в трех номинациях по четырем возрастным группам. Ансамбль «Карусель детской школы искусств номер 2» подготовил четыре номера. Все работы воспитанниц Светланы Ершовой получили высокую оценку. Сольный казахский танец «Балбарауин» Богдан Ежов готовил долго. Техника достаточно сложна, но повторить движение недостаточно. Важно передать зрителю частичку казахской культуры, что у юного конкурсанта вне всяких сомнений получилось. Богдан занял второе место. Когда мы получили положение, мы решили, что мы будем участвовать в городском конкурсе. Это дает возможность детям посмотреть на другие коллективы, посмотреть, как выступают другие дети, то есть чем живет город, на каком уровне находится наша хореография в городе. Это очень важно. Кто танцует, народные танцы, кто танцует современные, кто эстрадные. То есть это очень важно, просто посмотреть, чем живет город. Детский хореографический коллектив «Азарт» Центра культуры «Досуга» в НИЭФ выступил дважды и оба раза удачно, заняв первое и третье место. Студия «Колорит» Центра внешкольной работы представила три танца. Два из них – «Танец пингвинов» и «Оливковый лен» заняли второе место. Вообще очень здорово, что этот конкурс проводится у нас в городе, потому что это хорошая возможность выставить всех участников, и для них это будет большим опытом преодоление себя, чтобы не боялись сцены, испытали этот страх и больше уже никогда не испытывали. В ближайшее время видеоматериалы лучших композиций будут направлены в Нижний Новгород, где жюри выберет участников финала конкурса «Грани таланта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова